Когда машина не загружена, работает верхняя часть. А когда она загружается, начинает работать полностью вся пружина вместе с вот этой вот вставкой. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья! Привет будущим подписчикам! Возникла необходимость после того, как поставили газовое оборудование, усилить пружины на классике, на жигулях задние. Потому как вес увеличился, еще плюс два пассажира, ну и от времени эти пружинки подносились. Сейчас я вам расскажу, как я это буду все делать-делать. Значит, нашлась старая бэушная пружина. Нашли на ней центр. Я это делал очень просто. Взял на веревочку, подвесил и ровненько, чтобы она не перевешивала. Если мы сюда, ну, чтобы не вымерять, один край перерешивать. Поэтому находим серединку, размечаем и болгарочкой ее делим пополам. У нас получается вот такие вот две штуки, которые мы будем сюда вкручивать. И при помощи вот таких вот трубочек, которые я сделал из... Три четверти труба, внутри здесь 20 миллиметров. Пруд у нас имеет 12 миллиметров толщину. Значит, два прута 12 и 12, получается 24 миллиметра. И когда я ее сплюснул, у нас получается, что как раз они сюда влазят. Ну, а что получится дальше, сейчас подварим, соберу и я вам покажу конечный результат. Трубочки пришлось немножко разрезать. Ну, а потом буду их сдавливать. И постепенно надеваю. Вот это у нас будет низ. Поэтому здесь приварим. И на низу у нас вот эти вот трубочки, они не должны мешать. Потому что в тарелку, которая находится на полуоси, она должна снять ровно. Ну, или стать ровно надеваю, обыкновенно вот таким вот образом. Перегоняю постепенно. Первый виток приварили вот здесь внизу. Буквально ровным счетом где-то, ну, полтора сантиметра. Больше не надо. Затем распределили их по кругу, дабы они вот здесь не соприкасались. Заварились вот эти вот швы. И, немаловажно, прихватились к короткой обрезанной пружине. То бишь, получается, старая пружина, что была, она чистая. А здесь приварилась к той, которая была обрезана. Вот здесь и здесь. Слегка прихватили. Ну, еще что. Здесь у нас сверху стоят резиновые подложки. Они большие. Для того, чтобы амортизатор работал нормально. То бишь, чтобы его не выдергивало и не сильно сжимало, не было стука. Сейчас здесь, со старого амортизатора, снимем и наварим еще такое ушко. Ну, в общем, впрочем, как-то так, ребята. Всего доброго. Пока. Ни гвоздя, ни жезла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok